МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день, выходя из дома, мы становимся участниками дорожного движения. А улицы города постоянно предлагают нам непредвиденные ситуации. Как не попасть в ненужную и как правильно выйти из уже сложившейся, вам обязательно поможет разобраться наша программа. Чем чаще вы смотрите автограф, тем меньше у вас белых пятен на персональной автомобильной карте. Впереди майские праздники, а это значит, все мы устремимся за город. И, естественно, пробки на выезде из города неизбежны. Мы, как всегда, ежегодно прокатимся сейчас вместе с вами по выездам из города и посмотрим, где нам придется постоять чуть подольше, а где все хорошо и можно прямо сразу же ехать на отдых. Вы смотрите «Автограф». Я Александр Холдов. Сегодня в программе. Сейчас в Петербурге всего 14 въездов, выездов из города. И Приозерское шоссе или трасса Сартовала. Что мы будем делать? Завидовать будем. 40 тысяч автомобилей в сутки, примерно столько здесь проезжает. И все дело в новых кварталах. Но каких-то серьезных ремонтов ожидать не приходится, серьезные прикрытия тоже. Поэтому, скорее всего, здесь вы с комфортом выйдете из города. Сейчас в Петербурге всего 14 въездов, выездов из города. И если мы смотрим на ту же Европу, очень любим сравнивать себя с соседями, у них примерно такое же количество на город с населением в полмиллиона. Ну и, как вы понимаете, в 10 раз больше у нас, если не больше, чем в 10. Но явно не хватает такого количества въездов и выездов. Нужно строить больше. Невозможно на сегодняшний день отделить Санкт-Петербург от Ленинградской области и разделить какие-то основные выезды или второстепенные. Да, есть наиболее загруженные трассы. Да, и в рамках агломерации на сегодняшний день федеральный центр выделил большие деньги на реализацию ремонтов этих вылетных магистралей. И Ленинградская область и Санкт-Петербург делают особый упор на эти дороги. Ремонт и строительство ведется постоянно, но и количество автомобилей, как мы видим, точно так же растет, даже с более интенсивными темпами. Поэтому, увы, стройка не поспевает за темпом автомобилизации населения. К примеру, могу привести, допустим, дорогу жизни, которая нами была отремонтирована в прошлом году и будет ремонтироваться в ближайшее время дальше. И, допустим, Гостилицкое шоссе, дорога Санкт-Петербург-Ручьи, дорога Санкт-Петербург-Зеленогорск-Приморск-Выборг. То есть, ну, это основные вылетные магистрали, которые являются региональными дорогами. Конечно, огромное значение для Санкт-Петербурга, для Ленинградской области имеют федеральные дороги, ну, без которых на сегодняшний день я вообще не представляю себе существование нашей дорожной сети. Дорожное строительство – это, пожалуй, одно из самых финансируемых направлений. Комитет по дорожному хозяйству по поручению губернатора разработал ПКРТИ, такое-то программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. У нас до 30-го, до 35-го года есть объекты, которые нам просчитали проектная организация. Учитывая и рост населения, и загруженность трасс, и рост автомобилизации, и, ну, изменение территории заселения, образование новых рабочих мест, смертность, всё, рождаемость, значит, наши перспективы развития нашей дорожной сети. Колтушское шоссе. Я ещё помню времена, когда вот здесь был небольшой пост ГИБДД, переезд, и, в общем-то, это было практически выезд из города для того, чтобы покупаться. У кого-то там были дачи, но явно дорога была не загружена. Иногда, конечно, в хорошие весенние деньки, летние деньки, здесь особенно выходные пробка могла образоваться, но скорее из-за переезда. Сейчас мы видим реально скоростную магистраль, но хорошая здесь вот ситуация, обычно только до кольцевой автодороги. Дальше, к сожалению, начинается проблема, потому что это одна из самых загруженных региональных дорог Калининградской области. Если мы говорим дальше про соседний участок, 40 тысяч автомобилей в сутки, примерно столько здесь проезжает, и всё дело в новых кварталах. Поэтому в январе этого года одобрили, наконец, проект реконструкции. Скоро там появится новая дорога. У нас большой проект начал реализовываться по реконструкции Колтушского шоссе. Будет расширена дорога. Сейчас ведутся работы по изъятию земельных участков. Кстати, хотелось бы в рамках этого сказать жителям нашим областным и владельцам участков, которые идут вдоль Колтушского шоссе, к сожалению, которые приходится изымать у жителей. Хочется, чтобы они свои интересы поставили всё-таки на уровень или немножечко ниже интересов жителей Ленинградской области. Реконструкция как раз должна пройти вот на этом этапе. То есть от кольцевой автомобильной дороги до Колтуши. Будет длиться достаточно долго, то есть четыре этапа данной реконструкции. И первый, надеюсь, уже скоро начнётся. Всего будет реконструировать 8 километров. То есть, в принципе, до Колтуши. И этого должно хватить, потому что основная пробка именно вот из-за таких новых домов, которые появились, естественно, дорога была не рассчитана на огромные новые кварталы. Сейчас у нас идёт реализация первых двух этапов. Это от Санкт-Петербурга и дальше по Колтушскому шоссе. Мы надеемся ещё получить сейчас поддержку и согласование федерального центра на допфинансирование, софинансирование федералки и разыграть следующий, третий, четвёртый этап. 114 земельных участков требуется освободить для того, чтобы построить здесь вот расширение дороги. Как вы видите, жилые дома, всевозможные коммерческие территории. И для того, чтобы выплатить компенсацию владельцам земельных участков, уже предусмотрено 300 миллионов рублей. Но с кем-то есть уже договорённость, с кем-то даже есть договорённость о том, что строительство начнётся до реального отчуждения земли, а с кем-то ещё предстоит договориться. Поэтому прямо завтра ожидать здесь новой дороги, наверное, не стоит. Ну и, естественно, на майских праздниках вы постоите здесь в пробке, если планируете выезжать из города именно по этому шоссе. Много участков было выделено недавно вдоль Колтушского шоссе. Там люди обустроили какие-то бизнесы свои, ещё что-то. Значит, они оценивают это своим образом. Они считают свои деньги, сколько бы они хотели получить за изъятие своих земельных участков. Ну, свою недополученную прибыль, ещё что-то. К сожалению, Ленавтодор, государственная компания, которая занимается, будет изъятием этих участков, не может, наверное, учесть все пожелания жителей. Есть законные регламентные работы, которые проводим мы по оценке, и больше, чем это возможно, заплатить за участки мы не сможем. Есть жители, которые, ну, они всю жизнь прожили вдоль этого Колтушского шоссе. Естественно, очень тяжело расставаться с насиженными местами. Здесь будут приниматься тоже в каждом конкретном случае конкретные решения. Нельзя сказать, что власть не информирует нас по поводу того, как меняются и где ремонтируются дороги. Но, тем не менее, мы видим, что в процессе строительства возникают новые кварталы, новые дома и новые застройки. И порой те дороги, которые были у нас когда-то региональными или, может быть, городскими, становятся какими-то муниципальными или внутридворовыми, то есть меняется их статус. Конечно, необходимо, чтобы все ведомства, которые занимаются этим вопросом, работали сплоченно и, ну, друг друга ставили в известность. А самое главное, чтобы ставили в известность нас, автомобилистам. И такая информация для нас очень важна. В принципе, если вы живете где-то здесь, то к пробкам вам не привыкать. Мы посчитали примерно среднее время, сколько в одну сторону стоит в пробке каждый автомобилист, это 40 минут. Причем сейчас вы видите абсолютно свободное движение. Но вот утром, когда все едут на работу, ну и, соответственно, вечером, когда все едут с работы, здесь очень плотно. И как раз примерно от кольцевой автомобильной дороги пробка начинается. Ну и дальше по мере того, как люди доезжают до своих домов, она, естественно, рассасывается. Полноценное четырехполосное движение, полноценные пешеходные переходы, полноценные тротуары освещения. То есть безопасность наших жителей и нормальное скоростное движение вдоль всего Културского шоссе. Наши представители прибыли сюда на своих автомобилях. на автомашинах для того, чтобы принять участие в этом грандиозном празднике, посвященном Дню Победы. Наша задача с вами, как в советское время, наши предки показали, что можно было объединяться и идти одним единым фронтом. Сегодня быть вместе, не разделяться на организации, на партии, а работать на нашу страну и защищать ее сегодня и в сети, в интернет в том числе. В этом году «Бессмертный полк» будет проходить онлайн. Поэтому я призываю каждого из вас распространить информацию о сайте «Бессмертный полк онлайн» и загрузить туда фотографии своих героев. «Бессмертный полк онлайн» и загрузить туда фотографии своих героев. Во-первых, спасло жизнь очень многим людям. Моя бабушка была вывезена из блокадного Ленинграда как раз по этой дороге жизни. И Ладога спасла ей жизнь. Знаменательный день для нас. Он всегда был знаменательным. Для пожилого поколения эта память для них очень знаменательная. А для молодежи это с точки зрения воспитательной работы среди молодежи. Мы занимаемся в детских садиках, маленький пешеход, в школах, уголки по безопасности дорожного движения. Соревнования проводим. Мне бы хотелось на сегодняшний день в автопробеге сказать большое человеческое спасибо тем людям, которые обеспечили нам мирное голубое небо, которые принесли победу нам, нашим детям, нашим внукам. Хотелось бы сказать большое спасибо правительству Ленинградской области, то, что они делают великолепные вещи по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Здоровья, счастья, долголетия всем людям на нашей земле. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что мы будем делать? Завидовать будем. Вряд ли эти проблемы будут решены в ближайшее время, тем более район только разрастается. Ранее в программе. Явно не хватает такого количества въездов и выездов, нужно строить больше. 40 тысяч автомобилей в сутки, примерно столько здесь проезжает, и все дело в новых кварталах. Еще одна болевая точка, хоть это не выезд из города, но тем не менее. В Севоложск город стремительно растет, ну а дорог также стремительно не хватает. С 2019 года планируется строительство путепровода у Сталинца и Мельничный ручей. Обещают открыть до конца 2021 года. Искусственное сооружение свяжет две части города, разделенного железнодорожным переездом. Строительство путепровода началось в марте 2019 года. В середину января этого года движение транспорта на участке Колтышского шоссе во Всеволожске было переключено на временную дорогу для выполнения работ со стороны Константиновской улицы. Путепровод во Всеволожске, компания идет опережающими темпами, ведет строительство. Надеемся пустить рабочее движение уже в конце этого года. Ну, сдачу планируем, конечно, 22-й год. Вот в эксплуатацию. Путепровод заменит вот этот вот переезд. То есть, я думаю, автомобилисты, которые здесь периодически проезжают, знают, что можно простоять в пробке полтора часа спокойно, потому что постоянно товарники, постоянно ласточки, постоянно электрички. И, в принципе, железнодорожники посчитали, что здесь, на этом переезде, за день бывает, что переезд закрыт до пяти часов в сутки. То есть, необходимость путепровода давно назрела. Заказчиком строительства является «Ленавтодор». Длина путепровода с четырьмя полосами для движения составит 79 метров. На строительство выделено 1 миллиард 700 миллионов рублей. Дорожникам есть чем похвастаться. Если мы говорим про съезды СКА, то развязку в Западном Мурино открыли в 2020 году. И в среднем на полчаса сократилось время ожидания автомобилистов при подъезде кольцевой автомобильной дороге. Раньше жители Мурино стояли от 40 минут до полутора часов. Сейчас уже 15-20 минут в пробке уже вызывает раздражение. С кем бы я Мурино не разговаривал, конечно, жители рады. Тем тому, что запустили эту развязку, съезд с КАДы, выезд на КАД. Часть дороги уже открыта, но дорожники до сих пор продолжают обустраивать круговой перекресток. И достаточно интенсивное движение. Порядка 15 тысяч машин в день проезжают на этом участке дороги. Дальше сейчас идет реализация кольца разворотного, чтобы было комфортно перестроиться в движение. Ну и дальше будем смотреть, как можно реализовывать этот проект. Преозерское шоссе или трасса Сартовала. Ну, что мы будем делать? Завидовать будем тем автомобилистам, у кого дача вот где-то там, или кто собрался в ту сторону на природу на майские праздники. Потому что трасса не так давно была все-таки полностью перестроена, полностью реконструирована. Может, еще построена практически заново. И, естественно, еще в хорошем состоянии. Поэтому здесь пробок не ожидается. Или они, по крайней мере, будут минимальные. Поэтому будем завидовать. Пожалуй, один из самых комфортных выездов из города – трасса Колла, Мурманское шоссе. Здесь, в принципе, уже все, что можно, реконструировали. Трасса достаточно широкая. И, в принципе, пробки, конечно, здесь бывают. Но чаще это или пятница вечер, когда все выезжают из города. Или наоборот, в обратную сторону, когда утром все пытаются вернуться. Но каких-то серьезных ремонтов ожидать не приходится. Серьезные прикрытия тоже. Поэтому, скорее всего, здесь вы с комфортом выйдете из города. Но жители Кудрово вряд ли считают эту трассу самой комфортной. По крайней мере, они давно ждут уже, когда можно будет из микрорайона выехать на шоссе. И, соответственно, сократить свое время выезда или заезда в микрорайон. Работы планировалось разделить на два этапа. Первое – это центральную улицу продлить и вывезти ее непосредственно на Мурманское шоссе. Ну и дальше уже реконструировать тот путепровод, который существует. То есть, непосредственно, который вводит уже к торговому центру Мега. Но что-то пошло не так. И, как всегда, это что-то – это деньги. То есть, проект получался слишком дорогим. И от его реализации пришлось отказаться, по крайней мере, в ближайшее время. Вышли из экспертизы с выездом из Кудрово, с прямлением улицы, центральным выездом на Колу. Сейчас ищем возможности оптимизации данных проектов. Проекты получились крайне дорогие. Получили задания от губернатора – пересмотреть проектное решение. Будем искать пути для реализации. Причем в срочном порядке, потому что знаем все проблемы с Кудрово. По проекту должен быть даже подземный переход. Причем он находится на перекрестке проспекта строителей Центральной улицы. И состоит из трех частей, которые, как река, стекаются в одну большую такую вот реку. И даже подземные лифты, которые поднимают на поверхность, должны были присутствовать. И все это должно было выходить к остановке общественного транспорта. Но когда это появится, ждем. Параллельно занимаемся всеми выездами. Будем планировать, как их расширять. Все-таки найти возможность, чтобы жители не стояли в часовых пробках там. Но пока, к сожалению. Проблема того, что застройщики, когда реализовывали свои строительные проекты, не думали об улучшении дорожно-транспортной сети. Но сейчас уже как бы бьем по хвостам, к сожалению. Достаточно нестандартная ситуация. Вот здесь, дорога жизни, выезд из города. Нестандартность в том, что именно город здесь тормозит, в общем-то, все движение. Потому что дальше дорога жизни уже имеет первую категорию. То есть это хорошая, в принципе, скоростная дорога. Более того, недавно там 9-километровый участок как раз привели в порядок. Очень быстро, качественно. Положили еще и с запасом туда асфальт, учитывая возросший пассажиропоток. Но вот здесь, со стороны Петербурга, у нас, как говорится, бутылочное горлышко. И как его не расширяй, пока еще, к сожалению, пропускная способность очень маленькая. Поэтому пробки здесь будут. Ну а дальше, я надеюсь, немножко разгонится транспортный поток. Но сейчас рассматривается вариант строительства дублера дороги, которая вот здесь есть. Вот это вот выезды из города от Шафировского до деревни Проба. Вот такую вот новую скоростную дорогу когда-нибудь, наверное, построят. Пока только ее проектируют. Пока только смотрят, как это лучше сделать. Так что в эти майские вряд ли мы сможем ей воспользоваться. Приморское шоссе и популярное направление не только тех, у кого есть дача, но и просто, кто желает выехать на Финский залив, может быть, где-то поесть шашлыки, да и вообще просто погулять. Поэтому, естественно, в майские праздники здесь будет пробка. Но шоссе у нас традиционно в хорошем состоянии. Поэтому пробка будет не такая, наверное, большая, как она могла бы быть, если бы здесь еще и проводились дорожные работы. Но, увы, всегда пробки здесь на въезд из города, на выезд из города. То есть здесь проблема скорее не на шоссе, а все-таки на тех местах, где шоссе примыкает к городу. И вряд ли эти проблемы будут решены в ближайшее время. Тем более район только разрастается. Выборжское шоссе еще одна проблемная точка на карте города, потому что вот здесь именно в городской части пробки, к сожалению, неизбежны. Дальше, да, трассу Скандинавия расширяют. Но вот этот участок дороги, увы, обречен на пробки из-за того, что узкая дорога и большое количество желающих выехать через трассу Скандинавия из города. Московское шоссе у нас особо не проблемное. По крайней мере, если мы говорим про выезд из города, и считаем все-таки, как и положено географически, что Пушкин – это город, Колпино – это город. Вот, соответственно, Пушкинский и Колпинский районы Санкт-Петербурга. Ну а дальше уже обычно пробок таких глобальных не возникает, по крайней мере, если сравнивать с другими выездами из города. Ну и не так давно все реконструкции, которые были необходимы, были сделаны. Да еще и построили дублирующий шоссе, то есть М11 – платная трасса. По ней можно проехать. Часть расстояния откат, соответственно, до Колпино можно поехать по Софийской улице, ну и в Пушкин точно так же можно попасть по относительно новому шоссе. Поэтому со всех сторон вроде как разгрузили, и серьезных проблем в этом направлении не ожидается. Одна из болевых точек города – это Гастилицкое шоссе. Она соединяет Ломоносовский район с Петербургом в районе Кольцевой автодороги. Состояние у него, конечно, плачевное. Дорога давно не видела ремонта. Болевая точка. В разы выросло движение, количество машин, проходящих по ним. Верхние слои изношены полностью. Гастилицкое шоссе у нас в ремонте стоит. Будем ремонтировать на сегодняшний день один участок. В следующих годах будем планировать следующие участки. В планах там за 3-5 лет сделать полностью шоссе. Более того, здесь планируется применить усиленный асфальт. Главная его особенность в том, что подбор асфальтового покрытия ведется не по стандартам ГОСТа, а с учетом интенсивности движения и климатических особенностей. Кроме того, особое место занимает выбор вяжущего основного материала, который придает асфальту долговечность. Испытания позволяют подобрать именно тот битум, который нужен для конкретного участка дороги. Понимаем его значимость для жителей Ломоносовского района и следующих районов, там, Кингисепского. Будем работать над этим. Однозначно не бросим. Мы сейчас, Ленинградская область, один из первых регионов Российской Федерации, которые переходят на суперпэйв. Это метод проектирования дорожной смеси, асфальтобетонной смеси. Значит, будем переходить на применение евроасфальта. То есть технологии стараемся улучшать и насыщать наш регион более износа стойкими слоями дорожной одежды. Потому что, ну, наша дорожная сеть проектировалась в те времена, когда нагрузка на нее, это, ну, полуторка, ну, ЗИУ-130. Сейчас этих машин уже даже не ходят по нашим дорогам. А сейчас, конечно, совершенно другие автомобили передвигаются. И основания дорожные, ну, уже не выдерживают натиска нашей цивилизации. Ну что же, программа подходит к концу, а значит, пришло время подводить итоги. Мы с вами проехались практически вокруг всего нашего города. И видим, что везде ведется дорожное строительство, везде что-то развивается. Но мы с вами, автомобилисты, успеваем гораздо интенсивнее покупать новые автомобили. А значит, и стройки нужно поднажать, чтобы успевать за нами. В следующем году мы точно так же проедем и посмотрим, что изменилось за год. Вы смотрели «Автограф». Я Александр Холдов. Академия «Автограф».